а вы наваливаете не обращайте внимание на писки мнение разделились как говорят ну плюс-минус там позволяет в особо запущенных случаях можно подпилить пластик друзья всем привет на связи паша коймы к мы с вами на канале общаемся на тему моноколеса и все что с ним связано общаемся конечно громко связаны потому что это больше похоже на некий монолог радио который обещает вам в одну сторону чтобы этого не было я ставлю палец вверх каждому кто отдает мне обратную связь я не призываю подписаться но если вам не интересна моноколесная тема можете даже не подписываться и сегодня я хочу так сказать поднять тему до озвучить тему озвучить моему мысли касательно такого вопроса как моноколесо не для экспериментов и вызвать у вас диалог и ваши мысли касательно этого тезиса я думаю что забегая наперед скажу я думаю что я уверен что мысли разойдутся попытаюсь донести высказать с вами свои мысли а там уже вы с ними согласитесь или не согласитесь моноколесо это не лыжи это не сноуборд где самое в разлыве так сказать место это крепление которое может сломаться лопнуть и вы с отстегнутой ногой можете лететь в сугроб моноколесо это не велосипед где самое худшее что может случиться это там не закрепленный руль вылетит там или цепь лопнет или там еще что-то произойдет там колесо моноколесо это электроника и электроника на всей этой электроники по сути держится все ваше здоровье и вера в то что вы доедете из точки а в точку б этот страх периодически я думаю что периодически возникает у каждого моноколесника страх электроники но точно так же он периодически само собой исчезает то есть это знаете это из формата фобии летать на самолете это из формата фобии пауков из формата фобии там там еще что-то да там есть фастфуд пищу на улицах у азиат электроника в моноколесе она играет одну из самых важных ролей что я закладываю в понятия моноколесо не для экспериментов друзья то количество роликов то количество сообщений в тематических чатах каждой модели каждого моноколеса она поражает просто какое-то воображение я когда подписался в тематический чат kingson 18 18 xl 18l я просто был у меня я я я выпал на несколько дней из жизни изучая те моменты те вопросы те доработки те форматы видоизменения как внутреннего так и внешнего моноколеса которое там предлагалось еще с тех времен когда она только появилась на рынке а 18 и ему не год и даже не два моноколесо никто не для экспериментов для райдера в случае если вы любите наваливать то есть моноколесо это не велосипед которые на котором вы двигаетесь горы и который в принципе выдержит вашу любую скорость даже если бы вы под весной скорее будете скорее будете ехать по на велосипеде вниз по идеально гладкой поверхности ну окей но вы едете там 10 20 30 50 вы можете разогнаться до восьмидесяти километров в час главное держать равновесие в моноколесе как мы с вами знаем есть так называемые понятие продав и если ваше колесо рассчитано до 50 километров в час а вы наваливаете не обращайте внимание на писки не обращайте внимание там на скорость и двигайтесь еще там допустим по склону куда-то вниз то в определенный момент ваше колесо скажет до свидос я отключаюсь последствия падения на скорости 50 километров в час я думаю что рассказывать не нужно то есть моно колесо не для экспериментов в плане скорости если на спидометре вашего автомобиля указано 200 километров в час это не значит что нужно ездить на машине 200 километров в час если ваше колесо валит 50 километров в час или 70 это не значит что на нем нужно постоянно двигаться 50 или 70 километров в час я допустим у себя в приложении установил дал колесу зазор я установил первый лимит не помню сейчас точно цифр первый лимитом 42 лимит вторую границу там 44 и третью границу там кажись там 46 то есть я колесу оставил все равно зазор на поднятие педали и там на отключение моно колесо не для экспериментов в плане километража опять же такое понятие знаете очень спорная но выкатывать моно колесо его окун в ноль плохая идея я буквально вчера проехал на моно колесе но я реально наваливал на максимальной скорости ну как на максимальной найти после двух недель на даче без колеса дорвался так сказать до колеса и решил катнуть при хорошей погоде наваливал не только на максимальной скорости но и под откосы там чуть ли не 30 градусов соответственно мне аккума хватило там на 1 2 и и все возвращаясь домой она уже мне начала орать зарядите колесо посмотрел через приложение там оставалось там порядка десяти десяти процентов заряда то есть буквально еще пару километров бы и убил вновь полный разряд колеса полный разряд колеса да собственно как и телефона очень очень не рекомендуется поэтому экспериментировать в плане полнейшего разряда тоже не лучшая идея это если лето если зима холодное время года тем более следующий тезис касательно экспериментов с моно колесом это работы с корпусом час самая часто я говорю против 18l если у вас есть какие-то заметки относительно вашего колеса до работа корпуса то буду рад услышать в коментах 18l самая часто доработка это лифт лифт поднятие корпуса над самим колесом чаще всего лифтуют 18l и я в том числе для того чтобы впихнуть не впихуемое для того чтобы поставить покрышку к примеру 18 не на два с половиной а 18 на три то есть за счет ширины по ширине корпус ну плюс минус там позволяет в особо запущенных случаях можно подпилить пластик а вот по высоте колесо может нормально там черкать поэтому корпус поднимают относительно стоек относительно самих педали относительно мотор колеса но как вы уже догадываетесь и прямо сейчас я вставлю зарисовку на эту тему поднятие этого корпуса заставляет райдера отказаться от двух закладных отказаться от двух болтов которые держат ваш корпус на ваших стойках из шести болтов которые должны быть от производителя у вас остается в принципе только четыре да есть там свои мутки есть свои варианты как все равно сделать металлические стаканы с шестью болтами ну не будем об этом сейчас и как вы понимаете на четырех болтах и сила воздействия и скорость разрушений этих стаканов если они не укреплены она намного быстрее то есть любой люфт и любой миллиметровый там зазор любая раскачка на моноколесе извините по нашим дорогам нужно еще постараться поездить чтобы пластик остался в идеальном состоянии и поэтому четыре болта это конечно хуже чем шесть если бы это было так же я думаю производитель оставлял бы только 4 если вы не хотите в определенный момент замены вашей камеры как это было у меня к примеру разобрать колесо и увидеть и не поверить своим глазам что ваши стаканы приказали долго жить они отпали они треснули они просто разрушились то не проводите эксперименты над своим моноколесом в плане лифта и поднять его корпуса следующий эксперимент касается веса моноколесо не для экспериментов тяжелых райдеров я уже говорил об этом в одном из роликов и повторюсь что каждому на колесо в инструкции в его документации указан тот вес до которого она рассчитана но да это не значит 120 если там написано до 120 килограмм это не значит что райдер 120 кило плюс амуниция плюс рюкзачок со шашлыками должен на него вставать это то же самое как кондиционер вашей квартире вашей комнате если у вас 15 квадрата кубических метров то это не значит что нужно покупать кондиционер рассчитаны на 15 кубов это значит можно покупать кондиционер рассчитаны на 20 или 25 также колесо нужно иметь ввиду зазор опять же можно на это плевать можно на это смотреть сквозь пальцы и тогда опять же вы попадете скорее всего на деньги на там я не знаю начиная от разрушаемого быстрее корпуса и заканчивая проломом в кавычках проломом обода потому что райдер 120 кило заезжающий на скорости 20 километров в час на бровку на бордюр имеет большую вероятность продавить камеру продавить покрышку и погнуть диски погнуть повод следующие аргумент мой аргумент относительно не нужно проводить эксперименты над моноколесом в отношении езды в дождь в отношении езды зимой мнение разделились как говорят и гидроизоляция вы кстати молодцы что пишите об этом в комментах каждый ваш фидбэк даже если я его не отвечу на него не отвечаю но я стараюсь все просмотреть их не так много в принципе у меня еще на канале поэтому даю гарантию что каждый фидбэк каждый коммент я вижу каждый я принимаю сведения каким бы он не был и вы молодцы что об этом говорите так вот в одном из комментов вы как раз сказали о том что гидроизоляция колеса она не всегда несет позитив почему потому что в таком девайсе как моно колесе колесо производителем часто не всегда но часто предусматриваются так называемые дренажные отверстия даже в автомобиле может быть кто не знает но если вы в водительском допустим месте или в пассажирским месте отогнуть и коврик отогнете там всего там вашу обшивку вы увидите дырку вы увидите дыру наружу это называется дренажное отверстие то есть если по каким-то причинам ваш автомобиль по горло заедет в воду и не заглохнет и не получит гидроудар то вода из салона теоретически вся выйдет через эти дренажные отверстия также в колесе если вы заедете если контроллер плата у вас к примеру размещена сверху как на 18 а не сбоку снизу хотя даже если сбоку заехали вы на полметра колесом воду специально нечаянно не увидели лужу глубокую то то вода которая внутрь попала она может попасть банально даже через телескопическую выдвижную ручку вы едете под дождем но так получилось и через отверстие где заходят телескопы к вам туда попадает вода вода может попадать даже банально через кнопку включения включение-выключение моноколеса да и попадая туда вода она должна туда как-то выходить она же не может просто испариться испарину не ну как она может испариться от температуры которая там внутри достигается но именно из-за этого колесо очень не рекомендую класть на на бок то есть бывает так что проехал там по воде проехал под дождем проехал по снегу приехал домой положил клавишу на бок ванну пусть тает а там как коротнуло все как замкнуло и так далее поэтому колесо в нижней части часто имеет дренажные отверстия и когда происходит гидроизоляция в сервисах не в сервисах то бывает так что непрофессиональные ребята все это обмазывают герметиком включая непонятные дыры от производителя все вода у вас там стоит как ванны с затычкой поэтому имейте ввиду что эксперименты в праве в плане гидроизоляции в плане езды по снегу в плане езды по лужам под дождем они то ли они тоже чреваты это не аксиома это не значит что 100 и 100 колес замкнет но да это бывает друзья и на завершение это езда по дороге езда по проезжей части знаете как то подсознательно но так интуитивно да вот райдер который двигается по тротуару и райдер и тот же райдер который двигается по проезжей части у него щелкает и скорость которая средняя который он поддерживает на паче всегда будет больше чем на тротуаре ну я не знаю почему потому что люди ходят еще что потому что он пытается утратить машин от троллейбусов от автобусов и он постоянно едет и я в том числе на граничных скоростях передвигаясь на граничных скоростях вы можете и я могу и вы можете не успеть отреагировать на неровности дороги тем более если это уже вечер если это сумерки что я имею ввиду под неровностями дороги ну наплывы колея из асфальта от фур это наверное самое самое простое что может быть на наших дорогах в первой полосе это швы плит это швы и стыки плит это заплатки временные заплатки не временные на асфальте двигаясь со скоростью 5 10 километров в час в эту заплатку даже не почувствуете двигаясь на скорости 50 плюс километров в час можно не удержаться и нормально так на этой заплатки растянуться ну и конечно же я уже не говорю про какие-то колдобины ямы какие-то куски вырванного асфальта как говорят зимой после зимы сошел не только снег но и асфальт нет наверное самое худшее это чревато не только погнутым ободом в лучшем случае но и вашим падением со всеми дальнейшими в худшем случае поэтому передвигаясь по паче ну скажем так или помните о том что ваше здоровье в ваших руках ну или нужно просто иметь ввиду что да такое может произойти и погнутый обод и более интересные последствия друзья вот такая вот небольшая или большая зарисовка на тему не экспериментируйте над моноколесом буду рад от вас услышать а чтобы вы добавили в этот список какие эксперименты на ваш взгляд в первую очередь не нужно не нужно проводить над моноколесом не нужно нагружать скоростью не нужно нагружать большими скоростными зарядками кстати забыл об этом сказать ну да ладно не нужно нагружать весом не нужно нагружать ездой по бездорожью по пыли по снегу буду рад об этом услышать от вас по традиции палец коммент и подписка с вами был паша клэмы до новых встреч всем пока